С 20 сентября стоимость проезда на маршрутном транспорте возрастет до 28 рублей. Очередная наценка на 3 рубля вызвала бурную реакцию среди населения. Это дорого для меня, да. По моему бюджету. И родители тоже мало зарабатывают. Я считаю, что это дорого. Ой, я бы отменила бы. Цены на бензин повышаются и, соответственно, на маршрутный тариф то же самое. А то, что маршруты, протяженность маршрутов бывает разная, да? А повышает везде на 28 рублей. Ну да, это на самом деле не особо справедливо, потому что кому-то надо доехать там метров на 300, например, какой-нибудь бабушке, да, пенсионерке. А кому-то там за несколько километров и цена, в принципе, одинаковая. Ну то есть можно сделать по длине маршрутов, конечно, но это трудно реализуемо, я думаю. Кому-то ехать маленький маршрут, кому-то большой маршрут. Да, я согласна с тем, чтобы, например, по КСК было чуть-чуть дешевле. Если по КСК. А если туда до города, конечно, дороже. По КСК вы какую бы сумму платили за маршрутку? Ну, пусть бы та же, остается 25. А там, если хотите, там 28, пожалуйста, 28. О повышении тарифа мы поговорили и с водителями. Вот маршруты по разной протяженности, может быть, одни подороже сделают, другие подешевле. Все зависит от солярки. От солярки? А от маршрута не зависит? Да не знаю. На разных маршрутах, может быть, и будет цена разная. Я бы этого не делал. А почему бы этого не делали? Ну, во-первых, рассчитывает народ по 25, проще. Во-вторых, думаю, даже смысла нет вообще поднимать этот тариф. То есть, а по топливу... Не там, не здесь. А почему повышают тогда? Не знаю. Какая причина может быть? Топливодоробое? Не знаю. Там выше, не видимо. Своими мыслями о вероятных причинах повышения тарифа поделился депутат законодательного собрания. Однозначно против. Во-первых, непонятно, откуда взята, это цифра 28 рублей. То есть, понятно, где-то бензин в цене поднялся и так далее. Но маршруты разные по протяжённости, вместимость разных автобусов. Есть некоторый транспорт, который ездит на газу. Соответственно, почему одна тогда цена составляет? То есть, люди собрались, договорились о цене. Взяли её, конечно, с потолка и с воздуха. И собираются поднимать. Проезд по 21 маршруту стоит 22 рубля. На 51 маршруте действует своеобразная акция. От пожарки до советской стоимость 20 рублей. Это реальные примеры, как можно регулировать стоимость, а не выдумывать её. В случае повышения тарификации реального, то, соответственно, мы будем обращаться в ФАС с мнением, что имеется преступный сговор. Вячеслав Борницкий, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.